Боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки, ударили из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов сегодня около полудня. Жертв нет, но разрушено много построек. Всего с начала суток противник открывал огонь уже 9 раз. Подробнее о ситуации на передовой наш военкор Ирина Баглай. У нас все время бои, все время. У нас нет ни одного дня, чтобы не было. Тихо. Так встречают утро в селе Зайцево под оккупированной Горловкой. Село, где несмотря на смену названий перемирий, хлебное и школьное, мира не было ни дня. В погребе он сидел, вылезла только оттуда. Потому что ни одного окна, ничего. Вот только горели, и давно опять стреляют. Воронки от мин вражеских зажигалок наши солдаты находят на окраине села. Расчет боевиков прост. Поле, сухая трава и пожар разгорится в считанные минуты. 120 на парашюте. Серебрянка была, ну типа полет. Они перерабляют и туда вот закидывают всякие смеси, пенопласт и тому подобное. Ну, нашли серебрянка. Даже видно было. Вот. Не догурел. Ну, повыпаливать, выжигать. А ближе ко дворам вот такие хвостовики от вражеских снарядов. Этот разорвался прямо у входа на подворье. Никто не пострадал. Дом давно заброшен. Воронково. Вижу. СПГ-9 или ДМП-1. Мешки. Двухэтажное здание школы. Там окно есть внутри. Вот там и корректировщики иногда заседают. Вячеслав показывает здание Зайцевской школы на захваченной боевиками территории села. Теперь это вражеская огневая точка, как и местная больница. Отсюда и ведет противник огонь по селу и по украинским позициям. На стрельбу отвечали. У нас работала ДШК, ПКМ, работали автоматы, СПГ. И даже зарывшись глубоко в землю перед селом, украинские пехотинцы остаются под прицелом врага. Свои окопы наши солдаты поделили на зоны опасности. Когда работают 12,7 разрывными або запаливальными пулями. Рикошеты от дерев, от железнобетонных стовбов. Рикошеты, где можно схватить случайно шайную пуль. Прицельная стрельба, причем днем, признак того, что по ту сторону линии фронта произошла ротация, говорят украинские пехотинцы. Там континент поменялся, потому что, если раньше стояли местные, донецкие, могли за 100-200 гривен раньше в чергу пропустить. И все, сейчас стоят нашивки Россия, шевроны, все одинаковые. То есть, и там стало жестко, и резко изменилась сама тактика ледения боя, то есть и прицельный вагон. Местные жители, пересекающие линию соприкосновения, полностью подтверждают подозрения наших военных. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Руслан Ревюк. Подробности телеканал Интер из Донецкой области.